Ну и для вас выступает врачок Роман, флаттер-зарабочек с закладом про флаттер для картографических приложений. Кейс будет про карты. Уже немного сегодня похолевали на эту тему. Сейчас разберемся. Можно добавить к этому названию приписка AK-прожарка Яндекса, потому что ее вы увидите. Ну так, слегка. Да. Видение. Часто ли вы пользуетесь картами? Знаете ли, как они, допустим, работают и все такое? Кажется, что довольно часто кейс, когда вы что-то ищете. Конечно, на этот вопрос у меня, скорее всего, не будет ответа, но примерно чуть углубимся, посмотрим, из чего вообще состоит разработка картографических приложений. И еще и на флаттере структура доклада. Мы посмотрим кейс, для которого был как раз доклад сделан, в чем основная проблема, поищем решение, ну и подведем итоги вот этого всего. Кейс проекта. Проект называется «Земляные работы». Очень интересное название. Оно сделано для госучреждений. В чем суть? Есть какие-то условно-муниципальные подразделения, которые занимаются инспекцией каких-то земляных работ, которые происходят у них в городе. Им нужно вот это все отслеживать, нужно это видеть на карте. То есть, переходим ко второму, основной экран карты. То есть, практически все, с чем мы работаем, это все карта. Надо отображать объекты, причем разные. Это маркеры, кластеры, это полигоны, полилинии. Можно продолжать бесконечно этот список. Вот. Ну и казалось бы, в чем может быть проблема в таком случае? То есть, ну, задачи тривиальные. Есть какое-то приложение, что там отображать. Но как бы не так. Вот есть проблематика. На какие вопросы мы пытались ответить, прежде чем начать разработку. Как отобразить много объектов? Когда я говорю много объектов, я имею в виду очень много объектов. Это 18 тысяч объектов в базе. Как добавить этим объектам интерактивность при таком количестве? Что можем использовать в плане инструментов как для фронта, так и для бэка? И как же нам это все оптимизировать, чтобы это все работало и имело хороший user experience пользователя? Многие могли задаться вопросом, почему нельзя решить в лоб? Ну, то есть взять, просто вывести. Ну, уже сегодня об этом говорили, потому что все рушится. Проблемы с производительностью прям очень большие. Ну, и поэтому дело в том, что 18 тысяч объектов реально попробуйте. У вас никогда не получится 100%. Тогда что же можно делать в таком случае? У меня схемка небольшая. Как мы это пытались обойти? Мы думали так. Было бы неплохо, если бы есть у нас какой-то мелкий масштаб, когда мы видим очень большую карту, то есть там целый город, либо страну. Мы бы использовали какую-то растровую графику. Ну, то есть не интерактивную, просто чтобы пользователь мог ориентироваться в пространстве и приближаться к тем местам, которые ему реально интересуют. При этом, когда он приближается на какой-то более мелкий масштаб, когда можно уже четко различать объекты, то мы бы показывали векторную графику, то есть как раз отрисовали эти самые маркеры и контуры. И, о чудо, у нас есть некоторые инструменты для этого. Сейчас у меня будет секция инструментов, которые именно идут с бэка. Используются два сервиса. Первый сервис, он отвечает как раз за растровую графику. Что это такое? Это WebMapTileService. Это некий интерфейс, который помогает нам получать вот эти плиточки в растровой графике в зависимости от координат и от зума пользователя. В целом, это его назначение. То есть, если посмотрите на картиночку справа, то видите, что она расчерчена по некоторым координатам. Эти координаты зависят, опять же, от проекции, в которой у вас карта находится. Есть там сферические, эллипсоидные. Как вообще выглядит вот этот запрос? Это обычный запрос картинки. У него есть три обязательных параметра. Это зум, это координаты фрагмента. Причем координаты фрагмента отличаются в зависимости от зума. Почему? Потому что, если вы, допустим, на минимальном зуме, то есть это считается ноль, то в целом вам не нужно знать каких-то подробностей, вам нужно просто знать очертания. Ну и для этого вам хватит, скорее всего, одной картинки. Ну и если вы, допустим, посмотрите на карту и увидите, как изменяется виденший вид, то заметите, что это именно благодаря этой особенности. То есть чем вы ближе приближаетесь, тем больше у вас деталей, но при этом вы тратите на отображение того же региона намного больше вот этих как раз плиточек. Находится в диапазоне от 2, от 0 до 2 в степени зума минус 1. Есть еще один сервис. Он как раз нам помогал работать с более физически ощущаемыми объектами, помогал получать те же самые объекты с той же самой базы, но уже с какой-то геометрией. То есть чаще всего это была геометрия именно самого контура. Вот какой-нибудь примерно такой треугольник, который отображен на картинке. И также вот мы получали геометрию и атрибуты. Очень нам помогало то, что в этом сервисе есть определенный параметр, который помогает нам получать объекты по каким-то заданным ограничениям. То есть это получение по области какой-то, области карты, либо получение по ID объект. Такие кейсы тоже бывали. Ну, я не знаю, как хорошо тут видно, но рассмотрим пока левую часть. У нас есть некоторый URL, который ведет до WFS сервиса. У него есть обязательные параметры. Это сервис, request, version, type names. Расскажу про request. Это как раз тот самый метод, который помогает нам получать объекты по каким-то заданным ограничениям. Type names – это, грубо говоря, алиас. Условно, у нас в базе данных может быть много разных таблиц, которые связаны с геометрией. И это просто одна из этих таблиц. У нас есть погенация. Это уже опциональные параметры пошли. Погенация, по-моему, еще старт индекса, аккаунт. Кстати, одна из тех вещей, которая помогала нам оптимизировать эти долгие запросы к бэку. И есть вот такой немного страшный параметр, как ббокс. Что значит bounding box? По факту это просто прямоугольник, который строится по двум координатам угловым. И в этих координатах забираются все необходимые объекты, которые подходят этому ограничению. Ну и также опционально тут можно указать проекцию. В данном случае это эллипсоидная, если не изменяет память. Есть еще один параметр, почему я решил вынести, как будто бы JSON что-то очевидное. Но нет. VFS запросы по умолчанию возвращает XML. XML парсить не то чтобы трудно, просто неприятно для глаза, по крайней мере. JSON более какой-то очевидный пример. Поэтому пример кейс. Поэтому используем JSON. Ладно, разберемся вот насчет этой картинки справа. Основная в ней, основная вещь это список объектов. Объекты состоят из типа, если я не ошибаюсь, я просто не вижу там ничего, ID-шника, ну это ID из базы. Геометрия. Геометрия представлена в виде геоджерессона. Геоджерессоны парсить не особо трудно. Есть готовые парсеры, а можно самому написать, как мы сделали. В принципе задача довольно легкая. Ну и есть properties. Это все остальные колонки в базе данных, кроме геоджерессона и ID-шника. Ну теперь идем к самому интересному. Это Flutter. Что же мы пробовали для Flutter? На самом деле выбор, ну как будто бы велик. Google карты, еще какие-то дубльгиз, смоббокс, Яндекс, еще какие-то две ноунейм непонятные. Но есть некоторые моменты, которые не подошли нам. Условно, Google карты не подходят к проекту, потому что Google это иностранная компания. У них свои какие-то там политики использования, какие-то свои системы биллинга и так далее. И это точно никак не могло подойти под приложение для госкомпаний. Flutter.sm-плагин. Это просто плагин, который лочит нас на какую-то определенную реализацию. OpenStreetMap. Дубльгиз. Она просто не поддерживается, как и Mapbox. То есть если посмотреть более года назад, такое даже рассматривать вообще никому не советую. Ни в коем случае. Даже если хочется. Ну и тогда у нас остались два претендента. Яндекс.Карты и какой-то пакет FlutterMap. Так как Яндекс.Карты больше на слуху, с них и начнем. Ну что такое Яндекс.Карты? Ну в целом это хорошая производительность. Это уже много готового из коробки. То есть у нас есть и кластеризация, и трекинг локации, и всякие кэширования, какие-то алгоритмы готовые. То есть это то, что мы можем взять и просто сразу начать разработку. Ну и также он был проверен на опыте боевых проектов. Следовательно, не брать его, наверное, было ошибкой. Ну что пошло не так. Самое первое, с чем мы столкнулись, то, что у нас объектов много. И даже после оптимизации были некоторые проблемы с перформансом на андроиде. В чем была проблема? В гибридной композиции. То есть по дефолту отрисовывается карта с гибридной композицией. Это значит, что отрисовка происходит на платформенном потоке. Следовательно, эта отрисовка конкурирует вместе с остальными платформенными вызовами и создает лаги. Это легко отключить. Я не знаю, это видно или нет, но мы прописываем этот параметр и ставим ему false. Но при этом появляются гличи, которые справа. И нет, это не просто какой-то рандомный стоп-кадр из видео. Это реально так выглядело наше приложение. После многократных переходов от одной страницы на карту, она просто в какой-то момент вот так вот лочилась. Нельзя было никак ничего перемещать. Вообще ничего не работало. И единственный выход был это опять перейти на какую-то страницу и вернуться назад. Но на этом проблемы не закончились в целом. Не выдержало нагрузку. Ну, 18 тысяч объектов, ладно, допустим, упустим. Это то, что 18 тысяч объектов много, но мы уменьшали это количество. И на меньших количествах она тоже вообще не выдержала ни в какую. Особенно на андроиде. Это связано, кстати, с garbage collector. Я нашел ищу. И там просто garbage collector не успевает в какой-то момент убирать лишние объекты на карте. И из-за этого идет переполнение стека и приложение вылетает. Есть ограничения. Да, ограничения там, как я помню, около 30 тысяч объектов. Но вы можете сказать, то есть 300 объектов, это же больше чем 18 тысяч. Да еще и запасом там остается много тысяч. Типа, в чем проблема? Проблема в том, что там как-то по-другому отрисовываются эти объекты. И мало того, что у нас к каждому маркеру подключается отдельный контур, то есть какой-то полигон или какая-то линия, так еще и как будто бы сверху этих полигонов и маркеров еще накладывается один объект, который отвечает именно за интерактивность. И следовательно мы уже переполняемся в два раза. Пришлось дорабатывать. Я рассказал вам про фичу, про то, что нам нужно отображать растровую графику. Пакет Яндекс.Карты текущий, он не поддержит эту функцию. У него нет вопроса вот этой реализации. То есть в нативной либе-то она есть, в плагине нету. Никто почему-то этим не хочет заниматься. Хотя, как я потом знал, кейс довольно популярный, когда вы отображаете какие-то растровые графики на карте. Ну, я форкнул, создал, там написал интерфейсы на дортовой части, на нативках, и в принципе это все заработало. Но проблемы остались. Допустим, огромный вес. Это просто супер большая проблема. У нас приложение весило больше 200 мегабайт, когда мы убирали карту 60. Че к чему. И политика использования не подошла к проекту. Тут произошла такая ситуация, что у Яндекса есть какая-то своя политика использования. То есть у них по умолчанию карты бесплатные. Есть бесплатный план. Но он требует некоторых обязательных вещей. То есть приложение должно быть полностью открыто. То есть имеется возможность скачивать его через какие-то сторы, Google Play, App Store и так далее. Приложение настолько открыто, что ты можешь просто с него зайти, спокойно авторизоваться, либо зарегистрироваться и пользоваться как обычный пользователь. У нас приложение не подходило ни под один из этих параметров. У нас регистрации нет. Польза регистрируется только с помощью клиента своего, условного начальника. И у нас приложение никак не дистрибуется через сторы. Мы напрямую даем клиентам. Но в любом случае у нас получилось что-то и сделать на этих Яндекс.Картах. Можно запускать видео. Короче, вот эти штучки – это растровая графика. Их очень много, но в растровое они достаточно легкие. В какой-то момент мы приближаемся. И у нас происходит загрузка. Это обращаются уже объекты интерактивные. Вот так вот. Можно еще раз посмотреть. Не закрывай. Короче, ну вот как-то так оно работало на Яндекс.Картах. Можно выключать. И переходить к слайдам. Но появились еще некоторые такие моменты, которые нас застали усовниться в нашем выборе. Был примерно такой запрос. То, что есть много клиентов разных. Они хотят видеть разные карты. И там, ну в целом на этом все. Что от аналитика мы услышали. Дизайнер нам сказал тогда, ну давайте переделаем дизайн, потому что мы под Яндекс сделали, а то сейчас совсем другое будет, надо что-то менять. Ну и у нас такой типа пошел цикл по-новой. Мы начали практически, практически не с самого нуля, но практически с самого нуля, потому что это совсем разные пакеты. И мы пришли вот к этому чудо-решению. Просто самому лучшему. В чем суть? Это пакет, который разработан чисто на Dart Flutter. Ни одной строчки нативного кода. Это возможность кастомизации за счет открытости. То есть это open source проект. Это в принципе хорошая производительность, потому что там все объекты как раз отрисовываются на Flutter. То есть всякие маркеры, кластеры, это все виджеты. Векторная графика в виде полигонов и линий, они рисуются на Custom Painter. И в целом, даже если бы мы все 18 тысяч объектов вывели, да, там были бы какие-то пролагивания, но оно в целом бы жило дальше. Хорошо. Активное сообщество. Автор, контрибьюторы, они по текущий день этот проект разрабатывают дальше. Если идти в их репозиторию, можно увидеть целую борду, где у них там целый план на релиз. У них сейчас готовится новый релиз. Плюс есть еще какие-то сторонние разработчики, которые на основе этого пакета разработали еще какое-то свое решение, как-то дополнили этот пакет. Нет никаких ограничений ни в объектах, ни в политиках, ни так далее. И просто великолепная документация. То есть легко разобраться, легко найти много разных примеров использования и найти легко много референсов на каких-то внешних разработчиков, которые помогали как-то дорабатывать карту. Но опять, не все так гладко. Не всегда бывает все так легко. Мы столкнулись с некоторыми проблемами. Нет кластеризации, нет анимации камеры, тайлы не кэшируются. То есть каждый раз, когда вы заходили в приложение, вы просто отсылали огромную кучу запросов, чтобы получить просто саму карту и чтобы получить вот эти точки на карте и не обрабатываться нажатием на объекты. И многие могут задаться вопросом, типа, а что тогда она вообще умеет? Но в целом вот этого она не умеет. И без этого жить трудно. Но можно. Я уже говорил то, что есть активное сообщество, которое как раз помогает разрабатывать решения для этой карты. И кластеризацию мы заменили пакетом какого-то странного разработчика, но который также очень сильно жаждует разработки какого-то уникального флаттерного решения для карт. И на основе FlutterMap он разработал пакет, который помогает кластеризировать маркеры. Анимации камеры примерно пошли по тому же пути. Тоже есть пакет, который помогает нам уже спокойно, главненько анимировать камеру до нужной точки, а не топорно кидать из точки в точке. Была проблема с тем, что тайлы не кэшируются. Но эта проблема решилась тем, что я просто написал кастовный провайдер на основе кэш-нетворк-имидж. В принципе, 10 строк, и у вас уже перформанс намного больше. Есть еще один момент – не обрабатывать нажатия на объекты. Нажатие на маркеры было легко решить тем, что пакет кластеризации помогал нам как раз таки обрабатывать эти нажатия на маркеры. Но была основная проблема в том, что есть еще всякие контуры, которые хотелось бы тоже обрабатывать нажатия. И изначально обработка нажатия была там довольно кривой, потому что делали, грубо говоря, на коленке. Но недавно пришли к решению довольно эффективного нажатия на объекты. Поэтому вот этот QR-код ведет на GitHub.gist. Там есть код, там кода довольно много. Я не хочу его разбирать, потому что это просто перейдет в какое-то занудное разбирательство в коде. И в принципе вы все равно ничего не поймете, и зачем это надо. Поэтому если кому-то интересно, можно сканировать QR-код и узнать, как это все реализовано, поразбираться. Но на самом деле есть еще нерешенные проблемы, которые висят до сих пор, и которые как будто не имеют никакого пока решения адекватного. Я назвал так вот провокационно. Impeller убивает FlutterMap. Мы пытались обновиться на новую версию Flutter 3.10, когда появился как раз Impeller, когда появился Dart 3.0. И мы столкнулись с тем, что появились какие-то непонятные англичи. Вы видите справа, что это. Ну, кажется, что так оно не должно выглядеть, особенно если посмотреть на то видео, которое было до. Первое, что мы подумали, ну, скорее всего, это Impeller. Типа он в бейте, там какой-то непонятно, как он работает. У него не только в этом проблема, может, это тоже согрешили. Но вот этот флаг, новый Impeller, он вообще никак не спасает. То есть остается все то же самое. И решений сейчас нет и у нас, так и у разработчиков пакета. Поэтому пока оно такое подвешено. Ну и в целом мы отменили то, чтобы обновляться на 3.10 Flutter. Пока останемся на старый. В принципе, и так хорошо. Покажите, пожалуйста, приложим второе. Да, сейчас я покажу как раз видео то, что мы смогли сделать уже собственными усилиями, имея только, грубо говоря, пустой холст и какие-то знания по катографии. Еще раз посмотрим. Может, кто-то не заметил. Но в целом да. Используем мы тут уже подложку OSM. Но это, можно считать, такая, типа, по умолчанию OpenStreetMap. Но в целом их менять теперь легче. Грубо говоря, мы меняем просто один URL. У нас меняется подложка. Довольно удобно. Уже мы идем ближе к заключению. Итоги. Что мы сделали? Мы разобрались, как работают карты. В принципе. То есть под этим мельчайшим сервисом, по бэкэнду, про то, как вообще строится и так далее. Мы пробовали Яндекс.Карты. Был плохой опыт, неудачный. Мы разработали свое решение, которое считаем довольно отличным, особенно для нашей сдачи. Но у меня есть табличка. Если кому-то это надо, интересно. В общем, я тут сравнил Яндекс.Карты и FlutterMap, чтобы не прям так говорить то, что Яндекс.Ветт.100 не пользоваться. Ну, можно пользоваться, конечно. Готовность в коробке, конечно, выигрывает Яндекс.Карты. Если вам нужно приложение, где у вас там условно 10 объектов нужно отобразить, и при этом вы не хотите никак запариваться, то берете Яндекс.Карты, спокойно, вообще не паритесь. У вас будет все отлично, хорошо. Стабильность. Я бы не сказал, что стабильность прям везде очень хорошая. Имеются какие-то свои изъяны в разных областях. Поэтому плюс-минус поставил. Ну и нормально. Гибкость, открытость я оставил FlutterMap. Скажем так, то это необязательный параметр может быть для вашего приложения, но если вам нужно будет что-то гибко настроить, как-то залезть в код, поменять реализацию и так далее, вы сможете делать это с FlutterMap. С Яндексом вы не сможете, потому что вообще это даже нативная либо, она там ничего в принципе не может. Там код написан на C++ и вообще все закрыто. Ну и отличный инструмент я поставил обеим картам. Потому что для каждой задачи, для своей задачи, в принципе, это хороший инструмент. Если у вас какая-то легкая задача, то Яндекс карта – это отличное решение. Если у вас задачи какие-то более нетривиальные, более сложные, и там требуется большая нагрузка, то FlutterMap – это тоже хороший инструмент для ваших задач. Ну и хочется завершить свой доклад тем, что карта – это не так страшно. Изучайте, пробуйте что-то свое, ищите какие-то решения. Не надо обращать внимание только на те решения, которые якобы популярны в комьюнити. Можно что-то пробовать свое, разработать. Это будет работать даже лучше. Так, тут у меня в презентации будут полезные ссылки. Их сможете почитать, когда презентации пошарят. Есть мой канал. Ой, канал. Это не канал, это не канал. Это я. Можете мне писать, если вас интересует именно эта тема, или не только эта тема. Но, в принципе, могу поговорить за Flutter на любые темы. Всем спасибо. Вот там вопросик уже есть. Да, задавайте. Какой в итоге провайдер карты используется? Какая библиотека используется, да? Не-не-не, какой провайдер. Ну то есть с Яндексом понятно, вам карты Яндекс предоставлял. А Flutter Map, кто вам карты предоставляет? Нам никто не предоставляет. Откуда они берутся? Это OpenStreetMap. Что? OpenStreetMap. А вы не боитесь, что вам там напихают в OpenStreetMap, как это недавно было? Да, я знаю. Государственное приложение. Я знаю такой кейс. Мы для этого меняли подложку на другую. Но вообще имеется возможность… Я уже рассказывал, что у нас есть сервисы в МТС. Имеется возможность взять весь пакет тайлов, закинуть к нам на сервер и отображать отдельно. То есть вы через себя гоняете это все? Пока еще не гоняем. Но есть опция. Вы посмотрели и решили гонять через себя, в общем, да? Пока еще нет, но такая опция, скорее всего, будет в будущем однозначно, потому что нам нужно будет как-то распространять эти подложки на разных клиентов. И разные причем. И сразу еще предложение. Посмотрите на ВК-карты. Это не реклама. Просто посмотрите. Они есть на Flutter? Да-да, они есть. И там даже скоро будет библиотека под Flutter тоже. Хорошо. Хорошо. Ну, получается, ну, карты влияют на производительность в целом же. Ну, потому что это отпрессовка всей карты. И, по сути, вы решаете ситуацию, что в определенной дистанции своя детализация. Ну, уровень качества, я имею в виду. Если это что, да, пойдет? Не, ну, допустим, если приближаете, ну, лучше детализация идет объектов. Да, да. Если сдалека, допустим, просто расплывчатся, то ничего не видно. Там просто контуры непонятные условно, скажем так. Допустим, как вы отрисовываете объекты в пространстве? Там их много. У нас нет объекта в пространстве, у нас плоская карта. В принципе, это не требуется. Ну, насчет отрисовки, кстати, я расскажу еще кое-что. Я не добавил эту презентацию, но у нас есть также алгоритмы, которые помогут. Ну, во-первых, начнем с того, что алгоритмы отрисовки карты, она не рисует сразу всю карту, весь мир. Она рисует именно ту область, в которой вы сейчас находитесь. И когда вы отзумливаетесь, даже могли заметить на каких-то приложениях карт, которые у вас есть, у вас сначала там какой-то пустой регион. Потом он подгружается и потом уже тогда там отображается. То есть никогда нет отрисовки полностью всего мира. Но получается, что это на определенной точке, вот в каком-то определенном километре начинает прогрузка идти? Смотря чего. Если это просто карта, то она всегда прогружается. Если это растровая графика, то она прогружается, да. Ну, допустим, вы приближаете объект, тем лучше его видно, получается. Да. Я просто не понял, в чем вопрос тогда. Может быть. Ну, спасибо за это. Пожалуйста. Привет, спасибо за доклад. Тут несколько вопросов возникло. Во-первых, увидел, что там используется система координат, что-то типа псевдомеркатора, да. Не пробовали ли использовать какие-нибудь локальные системы координат, чтобы выше точности дела, потому что, ну, как минимум, геодезисты используют локальные системы координат, и кажется, что здесь они более уместные. Можно я сразу вопросов задаю пачку? Второй вопрос. По поводу проблем того отображения 18 тысяч объектов, я вот вижу это поведение, когда приближаешь, да, в Яндекс.Картах и там фризится. Такое ощущение, что он прям пытается все 18 тысяч объектов нарисовать на карте, хотя мы видим всего там три буквально, да. Ну, при текущем масштабе не пробовали использовать ли Гео 3. Вот это вот дерево, которое по квадратикам также разбивает и рисует только то, что у нас, получается, на экране есть. Да, больше вопросов нет. Так, надо вспомнить теперь первый вопрос. Первый, про систему координат. Система координат локальной, да. У того клиента, которому мы делали приложение, есть свои локальные системы координат, да. Но кей в этом проблемы. Во-первых, когда мы делали первую версию приложения, она была на Яндексе. Яндекс не позволяет менять систему координат. У них только сферическая проекция, я посмотрю, 3857. Поэтому никак поменять мы не могли. Когда мы перешли на FlutterMap в целом, мы как-то на это забили, честно. Но там есть возможность менять проекцию, можно создать свою, поменять и так далее. То есть такие возможности есть, но мы этим не занимались. По вопросу отображения. Geo3 индекс. Оно не подгружает все. Я не знаю, где там был фриз, на самом деле, где вы заметили. Там был момент, когда мы начали подгружать объекты. И проблема в том, что просто запрос долго шел в сбека, и тогда мы не оптимизировали это. И он просто типа… Вот там было 300 объектов, он взял эти 300 объектов, сначала получил, он потом это еще сгенерил в виде физических объектов, только потом отобразил. А потом, если посмотреть на FlutterMap, то мы уже как раз добавили эту фичу, то что у нас там по 300 объектов, они быстро получаются, генерируются, отображаются и так понемногу наполняют карту. Начал Geo3, я знаю об этой возможности, но мы ее не использовали, и как будто бы у нас такой нет возможности именно с серойной части. А вопрос тогда, а где было 18 тысяч объектов в таком случае? Не совсем понятно. В плане базе данных. А, в базе данных. То есть на карте их не было отрисовано? Ну, скажем так, то, что полностью никогда мы не отрисовали всю карту, по некоторым причинам, то, что мы не могли просто все регионы сразу задействовать. Но мы пробовали сразу отрисовать все объекты, и оно просто не работало. Оно крашилось только из-за переполнения стэка вот этого количества объектов. Ну да, там просто в кучу все не лезет, скорее всего. Окей, понятно, спасибо. Получается, если так много, можно как-то сократить число, чтобы нагрузки не было сильной? Для текущего кейса нельзя. Есть еще один кейс, который у нас недавно был, там можно было. Но опять же, это зависит просто от базы данных. Я уже показывал… Сейчас вернемся чуть-чуть. У нас была не такая задача, где нам нужно было сделать какую-то определенную выборку объектов. Понятное дело, что если бы мы делали выборку… Ну, по тем же, кстати, те же объекты, но у них есть выборка. Если бы мы делали выборку по 18 тысяч объектам, то у нас бы еще бы не получилось. А нам там нужно было отображать буквально 200. Так, сейчас я переключусь. Вот. Вот эта штучка, она позволяет нам сделать какое-то ограничение. Условно, мы в базе данных можем создать какую-то вьюшку на основе вот этой таблицы. Для этой вьюшки указать какие-то заданные ограничения. То есть, условно, там по статусу, либо еще по каким-то ограничениям. И с тем самым можем просто сделать вьюшку уже маленькую, но на основе этой. Мы будем получать те же самые объекты, но уже по какой-то выборке. И нам не нужно как-то дополнительно фильтровать где-то на фронте. Просто получается, что это просто лишняя нагрузка просто так, потому что они не видно остальных объектов. Это не просто так нагрузка, потому что это требовалось клиенту. И он до сих пор хочет, чтобы у него все было видно. Хотя там, будем честны, объекты такие еще и старые. Типа там есть с 2017 года. Типа зачем вообще ему нужны эти объекты? Говорят, ну мне все нужно. Ну ладно. Спасибо за доклад. И вы вначале отмели гугл-карты по, так скажем, не техническим соображениям. Но если бы, допустим, их можно было использовать, то получилось бы вашу задачу решить или нет? Короче, я скажу так. Ну, может быть, у него были бы проблемы такие же, как у, может быть, Яндекса, может быть. И это отмечаем. Но в любом случае мы бы пришли к тому решению, которое сейчас. То есть в любом случае мы бы отображали сначала растрой графику, потом на крупных масштабах мы бы отображали векторную и еще бы вот так вот отделяли вот этим баузинг-боксом именно те объекты, которые ведет пользователь. То есть, может быть, оно бы и выдержало, но зачем это испытывать, если есть уже проверенный вариант, как это можно легко отобразить на любой карте. Я не знаю, не проверял. Может быть, стоит. Спасибо за доклад, Рома. У меня есть такой вопрос. Он простой. Ты говорил в минусах Яндекс.Карт, что приложение начинает очень много весить, 200 мегабайт где-то, и потом в сравнительной характеристике не сказал, насколько твое решение помогает решить эту проблему. Так, ну я сказал то, что оно начало весить 60 мегабайт. Вот. И тогда уже было подключено Flutter Map. Ну, кажется, что хорошо помогает. Там были еще дополнительные просто библиотеки подключал, чтобы расширить функционал Flutter Map. Сейчас весит 68 мегабайт. Спасибо. Спасибо за доклад. А сколько по времени длилось прихождение к мысли, что надо написать свое? Сначала мы пытались это всячески отрицать. Нет, нет. OpenStreetMap. Нет. Да, типа того. Но потом это просто появилась задача, которую мы не смогли бы никак решить на Яндексе. Ну, раз уж надо, то надо. Ну и все. У нас сейчас, кстати, есть похоже... Время, сколько прошло? Месяц, два, три, пять. Время. Мы два месяца разрабатывали MVP, и потом через месяц нам три месяца. Так, а ты говоришь 18 тысяч объектов, это просто JSON-чики еще с какими-то вложенными. Они часто меняются? Как получится. Ну, окей. Частота изменения в день, в месяц. По будням. Окей. Мне не кажется, что их много. Даже их можно просто качнуть там все на устройство, сложить где-то, закешировать. Зачем? Ладно, скажем так, что да, это хорошая идея. Ну, то есть ты качнул, вот идиош там, подкачал недостающее. Вот сколько мы потратили бы времени, чтобы потом разработать алгоритм, который как раз будет кэшировать это все, а потом еще в нужный момент обновлять вот эти кэши, потому что оно меняется довольно часто. То есть нам нужно будет проходить по всем этим объектам где-то. Не-не-не. Мы бы решение делали бы еще целый месяц, чтобы просто закешировать, хотя мы сделали решение довольно быстро. Не знаю. Много. Или что, 50 метров, я не помню. 50 метров весил джейсон со всеми объектами. Ну, да, кажется, что это немного, но опять же, мы бы, чтобы разработать алгоритм реально перекладывание, типа проверки объектов и их актуализация, мы бы потратили еще больше времени. Зачем? Ну, мне кажется, вы к этому придете. Я более уверен, что да, мы к этому придем. Да, это просто вот стопудовое. Да, я знаю, мы придем к этому. Я просто на картографических сервисах, оно в вебе потом собиралось у нас, и там тоже вот это все было. Мы придем к этому. Это точно будет. Да-да-да. Мы однозначно придем. Кэширование там, етак на каждый объект, какой изменился. Ну да, но у нас сейчас приложение, оно такое типа, оно в стадии MVP, и именно сейчас мы уже делаем такой полноценный релиз. Поэтому… Окей, да. И всегда все идут, идут. Ну там же в принципе не сложно все это так нарисовать. Окей, спасибо. Спасибо. Если все, то мне понравились ваши… Спасибо. 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 Спасибо.